Развитие гражданского общества, поддержка ульяновцев и многое другое обсудили омбудсмены Екатерина Сморода и Александр Люльков с губернатором. В первую очередь Сергей Морозов поручил уполномоченным отслеживать вопросы, связанные с выплатами работникам здравоохранения и социальных служб, а также семьям с детьми. Ни один человек не должен пройти мимо этих вот. Кому полагается, должно быть, так сказать, в полном обеме все это выполнено. Поэтому напоминаю о том, что буквально в начале сентября правительство Российской Федерации дополнительно еще 34 миллиарда рублей выделило на выплаты детям от 3 до 7 лет. Поэтому я прошу тоже взять это на особый контроль. Уполномоченный по правам ребенка Екатерина Сморода рассказала о разрабатываемой концепции детского здоровья сбережения. Речь идет о возрождении школьной медицины. Далеко не во всех учреждениях образования региона работают фельдшеры и медсестры. Оборудование медпунктов также оставляет желать лучшего. По результатам мониторинга школьной медицины, который проводит аппарат, уполномоченный по правам ребенка, также вышли с предложением с губернатором закрепить на постоянной основе медицинского работника по каждой образовательной организации, чтобы он не приходил время от времени, когда ребенок нуждается в оказании медицинской помощи, а на постоянной основе в течение всего образовательного процесса находился в Ульяновской области. Для этого совместно с Минпросвещением и Минздравом будет разработан стандарт деятельности школьного медработника. Защитой прав несовершеннолетних займутся и на базе регионального одноименного фонда. Его создание также обсудили на встрече. Президент Владимир Путин уже принял решение о создании подобного федерального института. Ульяновский фонд защиты прав детей займется поддержкой несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей, алиментными обязательствами и поддержкой многодетных.